Дорогие братья и сестры, дорогая церковь! Меня зовут Макс Гришкевич, я являюсь пресвитером Церкви Любви Church of Love в Орегон-Сити. Я также являюсь медицинским доктором со стажем работы в медицине около 25 лет. По просьбе братьев-пресвитеров нашего славянского объединения церквей, я обращаюсь к населению русскоговорящих людей, которые, возможно, оказались в центре этой непонятной ситуации с эпидемией коронавируса и задают вопросы, как нам знать, что является правдой, что является вымыслом, что является паникой. Позвольте вам донести некоторую информацию, которую необходимо знать, та информация, которая не является спорной, а является медицински обоснованной, и постараюсь избегать каких-то моментов, которые основаны на панике или каких-то политических, возможно, интересах разных сторон. Мы имеем дело с инфекцией, которая совершенно не новая. Это коронавирус, который известен в медицине уже многие-многие годы. Известно, что коронавирус периодически вызывает эпидемии, вспышки эпидемий. Первая такая достаточно известная эпидемия была в 2002 году, называлась SARS syndrome, точнее, Severe Acute Respiratory Syndrome. По-русски тяжелый острореспираторный синдром. Эта вспышка, она тоже началась из Китая. В течение полугода или года она закончилась. В Америке и в европейских странах не было особенно ощутимо эта болезнь. Было, может быть, до тысячи случаев заболеваний, но все это прошло достаточно тихо и спокойно, без высокой смертности, хотя смертность у этого заболевания была достаточно высокая, просто недостаточное количество людей. И периодически раз в 4-6 лет эта эпидемия повторяется. Последняя большая эпидемия была в 2012 году. Я думаю, многие даже не слышали об этом, потому что эта эпидемия возникла из Саудовской Аравии. Саудовская Аравия – это не место туризма, и люди из Саудовской Аравии сильно много не путешествуют, поэтому осталась эта инфекция на Аравийском полуострове, и закончилась эпидемия достаточно быстро, без широкого распространения. Отличие эпидемии в этот раз в том, что COVID-19 – это разновидность этого коронавируса, оно, возможно, более вирулентное, или имеет более способность заражать людей, даже здоровых людей, людей в нормальной физической форме, и плюс к этому имело достаточно быстрое распространение по всему лицу Земли, связи с тем, что Китай – очень сейчас туристически активная страна, и очень быстро распространилась эта инфекция. Что мы имеем сейчас? На данный момент мы имеем эпидемию, которая еще находится на стадии нарастания, то есть количество случаев увеличивается, так как эпидемии разрастаются по геометрической прогрессии, то увеличиваются случаи, удваиваются или утраиваются каждую неделю, возможно, даже и чаще. Особенность этого вируса. Этот вирус, этим вирусом могут болеть все люди, в любом возрасте, от новорожденных до самых пожилых людей. Но не все одинаково болеют. Дети болеют в очень мягкой, небольшой форме, когда на самом деле вы можете даже и не заподозрить, что ваш ребенок переболел этой инфекцией. Это могут быть какие-то или сопли, или кашель, или боль в горле, или небольшой подъем температуры 37,5, как обычное простудное заболевание. Люди, которые постарше, обычно болеют более тяжелой формой. Тяжелее всего болеют пожилые люди. Пожилые люди не имеют достаточно легочного резерва. И когда у них возникает воспаление легких, то тот резерв легких, который в пожилом возрасте остался, его недостаточно для того, чтобы человек смог пережить это тяжелое воспаление легких. Поэтому очень высокая смертность наблюдается именно у пожилых людей. Наша с вами обязанность защитить наших пожилых людей. Потому что после того, как эта эпидемия пройдет, они могут продолжать вместе с нами встречаться, общаться, иметь полноценное общение. Но на данном этапе, когда они находятся в самой такой опасной категории риска, то, пожалуйста, воздержитесь от всех контактов с пожилыми людьми. Есть телефон, есть видеосвязь, есть каким-то другим образом вы можете им высказать свою любовь. Но попросите и объясните, что самый лучший способ бороться с этой болезнью – это предотвратить заражение. Но на самом деле эта болезнь опасна не только для старшего поколения. Совсем недавно информация была проанализирована, и оказалось, что на самом деле в больницах, в реанимациях, в тяжелом состоянии находится очень большое количество людей от 20 до 50 лет. Возможно, даже до 50% больных в больницах, в реанимации – это люди от 20 до 50 лет. Они, возможно, меньше умирают от этой болезни, но они точно так же тяжело и очень тяжело болеют этой болезнью. Поэтому, так как на данном этапе нет ни одного достаточно доказанного лечения, хотя есть спекуляции, есть наблюдения о том, что, может быть, есть какие-то препараты, которые могут способствовать выздоровлению, но это на уровне панического состояния, как говорится, что хватаются за соломинку. То есть, кроме какой-то маленькой соломинки, никакого лечения сейчас нет, мы не можем предложить самый лучший способ – это предотвратить заболевание. Я абсолютно согласен с теми законами или предложениями, которые были выдвинуты, чтобы ограничить контакты людей. В данный момент нам лучше всего воздержаться от любых контактов, которые соединяют большую группу людей в одно целое, где быстро распространяется этот вирус. Возможно, на нас это не повлияет, но повлияет на наших ближних. И наши ближние могут пострадать очень тяжело, вплоть до смертельных исходов. Наш дух христианства, он в первую очередь побуждает нас к тому, чтобы мы заботились о нашем ближнем. И наша отмена собраний, служений или любых мероприятий основана именно на том, что мы любим нашего ближнего, и мы хотим добра нашему ближнему, чтобы защитить его от этой тяжелой инфекции. На данный момент прививка еще не доказана или не подтверждена, что она является эффективным лечением. Нет никаких натуральных или травяных препаратов, которые могут каким-то образом вылечить эту инфекцию. Мифы о холодной температуре или бане, или чем-то еще, каком-то еще действии, которое может уничтожить этот вирус, остается на уровне мифов. Поэтому в данный момент мы предлагаем социальное дистанцирование. Это номер один. Второе. Если человек имеет хоть какие-то симптомы простудного заболевания, или это кашель, или это насморк, или это болит горло, или это поднимается температура, даже чуть-чуть, или какое-то общее недомогание, которое можно объяснить, может, каким-то легким вирусом, мы предлагаем. Воздержитесь от любых контактов. Будьте, такое красивое слово, самосознательны. Сами себя изолируйте, поставьте себя на карантин. Карантин является самым лучшим способом предотвратить распространение инфекций. Оставайтесь дома, оставайтесь в комнате. Не нужно общаться с родственниками, я имею в виду близкий контакт. Избегайте контакта с вашими животными, потому что животные доказаны, что они распространяют этот вирус также. Конечно, социальное дистанцирование также распространяется на то расстояние, которое мы предлагаем выдерживать между людьми. При кашле и чихании капельки с вирусом могут распространяться до 2 метров, 6 фит. Поэтому при выдерживании этого расстояния мы можем избежать заражения, даже если мы находимся рядом с больными людьми. Это очень важный принцип. Этот вирус может выживать на поверхностях. Неизвестно, как долго и неизвестно, насколько эта форма передачи эффективная, но мы знаем, что вирус может находиться на поверхностях, куда он попадает через, опять же, выделение воздушно-капельным путем. Поэтому, когда человек прикасается руками, он может иметь этот вирус на руках, и при прикосновении к слизистой оболочке рта, носа, глаза, этот вирус может проникнуть внутрь нашего организма и вызвать заболевание. Поэтому рекомендация мыть руки. Поэтому рекомендация обрабатывать поверхности. Поэтому рекомендация, если вы кашляете, чихаете, не прикрывайте руками рот и нос, а пользуйтесь для этого одноразовыми салфетками, и в крайнем случае рукавом. И другие способы, которые все предложены, это действительно эффективные методы предотвратить распространение инфекции. Нам нужно остановить распространение инфекции в ближайшие 2-4 недели, и эта эпидемия пойдет на спад. Потому что, что происходит в данный момент, многие люди являются носителями этого вируса и еще не знают, что они заболели или болеют, или будут болеть. Они находятся в инкубационном периоде, который может продлеваться до 2 недель. Поэтому 2 недели, если можно воздержаться от близких контактов, это пойдет на пользу всем. Мы не закрываем наши церкви, мы не находимся в состоянии гонения, мы находимся в состоянии разумного последования тому, что говорит нам государство. Государство берет эту информацию не из головы, а они используют те рекомендации, которые уже есть у медицинского персонала, который работает с эпидемиями или с инфекциями, которые распространяются контактным путем. Давайте мы будем мудры в этом отношении, и это время, которое необходимо сейчас выждать, мы все-таки выждем. Пусть Господь благословит всех нас, пусть Господь хранит здоровье ваше, жизнь вашу, пусть Господь сохранит ваших детей, ваших любимых, ваших родителей и всех тех, кто, может быть, находится под угрозой заражения. Мы будем молиться, мы будем обращаться к нашему Господу в Его руке, остановить любую эпидемию, любую болезнь. Да благословит нас всех Господь!